Привет! Привет! Представься, пожалуйста. Рома Уводов. Привет! Рома Уводов, какие ощущения в Пукет-Эйк-Парке? Слушай, ты мне задавал этот вопрос месяц назад. Собственно говоря, по-моему, как вы видите, ничего не меняется. У нас погода отличная, все хорошо. Гормят нас хорошо. Мама, я не болею, я даже перестал кашлять. Температура у меня нет, все хорошо, только температура 32 градуса здесь, в Пукет-Эйк-Парке. А еще какие новые достижения у тебя? Друзья, знакомые? Что-то поменялось, кроме того, что ничего не поменялось в плане здоровья? Так что, короче, ничего не поменялось. Ты к этому, я имел в виду. В общем, ничего не поменялось, все хорошо. У нас пополняется народ. Приезжайте сюда, это очень крутое место. Советую всем, атмосфера здесь просто мега крутая. Поэтому я советую, я рекомендую всем приехать. И, соответственно, тренироваться у меня, у Вовы и у наших конструкторов. Слушай, ну а сам-то в Турцию валишь? Валю. Уже собрал баула 16-го. Почему? У меня будет Hardway Camp в Турции. Если вы хотите, вы можете присоединиться туда. И следующей зимой я обязательно сюда вернусь и сделаю здесь лагерь. Подвину Вову. Это, мне кажется, нереально. Шучу, ладно, ладно. Человек работает с Пхукет-вейкпарком более двух лет, между прочим. Очень круто ставить трюки. Ты можешь так же? А как ты думаешь? А я думаю, что тебе надо еще YouTube-чанел развить настолько, насколько сделал Вову с раскадровкой со всеми делами. У меня только сегодня Instagram разблокировали. А что ты говоришь? Я говорю о твоих талантах. Ты рисуешь, ты катаешься, ты ведущий, ты можешь делать много интересных вещей. У тебя очень крутая идея. Откуда они все берутся? Вот, видел идею. Гениально просто. На самом деле, да, у меня очень много, я разносторонний человек и надеюсь, что эти качества у меня будут развиваться все больше и больше. Так же и художество, так же и мои ученики будут развиваться, что тоже я очень хочу. Маленькие, большие уже. Мы будем потихоньку двигаться к месту окончания. Вот. Так, да, спасибо. Я буду стараться. Ведущим тоже буду стараться быть. И подтяну свое красноречие. Обязательно. Слушай, многие Пхукет-вейкпарк-фэмили, ребята, только учатся, да, сейчас. Они получают аттестаты, идут в вузы. Это у тебя уже бэкграунд, правильно? Как ты совмещал? То есть, ты начал вейкбордом достаточно давно заниматься. Посоветуй, пожалуйста, как ты совмещал это все. Вообще, на самом деле, с учебой у меня было все очень плохо, на самом деле. У меня, я учился очень плохо. Но поскольку я ездил очень часто на соревнования, у меня так получалось, что я не смог соединить учебу с каталкой, и мне пришлось выбирать. Я выбрал вейкборд опрометчиво, но это так. Как бы сейчас мы видим, что все-таки вейкборд эволюционирует в большой спорт. Возможно, он будет в олимпийской программе. Это тоже очень импонирует. Надеюсь, что так и произойдет в будущем. Мы увидим наших деток на соревнованиях. Это будет очень круто. По поводу того, что соединять, старайтесь просто больше учиться, больше познавать себя, больше стараться как-то саморазвиваться даже больше, чем вы будете просто учить, заучивать какую-то математику, к примеру. То есть, самореализация – это самая важная часть вашей жизни, которую, надеюсь, что вы ее обретете. Ну, погоди, у тебя за плечами есть какая-то профессия. Да, я вообще врач. Ну, врач скорой помощи. У меня фельдшерское образование. Медбрат фельдшер. И я, собственно, не доучился, чему очень не рад. И надеюсь, что мои ошибки не будут повторять, ребята, потому что все-таки подков того, что вы должны будете, чем вы будете зарабатывать, чем будет ваша подушка безопасности на будущее, она должна быть. То есть, задел вашей работы обязательно должен быть. Неважно, в какой сфере деятельности, вы должны развиваться, чтобы у вас была подушка безопасности. Потому что спорт – это такая вещь, что сейчас вы топ, а завтра вы никто. Поэтому это очень хороший пример Михаила Шумахера, который попал в кому. И, собственно говоря, он никому не нужен. И вовсе привилегии. Они ушли на здоровый план. Понятно, что здоровье важнее. Поэтому старайтесь как бы меньше травмироваться, больше познавать себя и развиваться разносторонне. То есть, если мама приводит к тебе маленького ребенка, что-то случается вдруг на воде, ты всегда сможешь ему помочь. Ну, я, по крайней мере, стараюсь сделать так, чтобы, во-первых, этого не произошло, то есть максимально сделать. Потому что чем отличается обычный тренер, который называет себя тренером, как у нас большинство есть? То есть, я прям официально могу сказать, что это большинство людей, кто тренирует, это полное... Ладно, пропустим, пип-пик. Вот, потому что люди... Ты понимаешь, что мы все это выставляем? Я выставляю, выставляю. Даже с моими запоминаниями... Вообще по-барабану. Я не стесняюсь своих слов, могу каждому в лицо подойти и сказать, что он не умеет тренировать, потому что... Давай будем говорить о тех, кто умеет. Давай будем говорить о тех, кто умеет. Вова, я. Волгин. Волгин, ладно. Алан. Который является твоим официальным тренером. Не, на самом деле, людей достаточно, к кому вы можете пойти. Это, опять же, Волгин, опять же, Вова, опять же, Алан, опять же, я, опять же, Терсков, Пружанская. Кто там еще у нас есть? Гамаюнов. Вот. Ты не в Кингвиче, а был Кингвичем. Почему? Потому что мы разошлись на очень хорошей ноте. Я их очень уважаю. Это люди, которые просто реконструировали наш вейкбординг, отечественные в данный вид, который вы сейчас видите. В России это Огонь, Вода, Трубы, которое очень колоритное соревнование. Надеюсь, что каждый их посетит. Это очень крутой, крутой ивент. Таких ивентов не делали никогда. И человек, который это все делает, ему вообще отдельный респект за то, что он поднимает наш вейкборд и приводит в массу это, потому что тратит денег колоссальное количество только на развитие рекламы. Поэтому мы не сошлись. Ну, бывает, как бы пути не сходятся, сходятся. Я надеюсь, что у них все будет хорошо. Я их очень уважаю, очень люблю. Вова, Кирилл, я вас прям обожаю. Вы очень крутые чуваки. Надеюсь, что вы посмотрите, увидите это. И я перешел в другую компанию, которая, соответственно, платит мне финансы ежемесячно. Поэтому, понятное дело, мой выбор упал на то, что мне платят деньги. Потому что все-таки я уже взрослый человек, мне нужно хоть какую-то подушку безопасности, опять же, которая мне будет давать, я не знаю, еду, покупать. Можно покупать себе еще что-то, там штанишки, шортики, носочки, трусики. Ты создаешь фигуры? Мы создаем фигуры. Расскажи немножко о своих фигурах, которые ты создаешь, и где их можно увидеть, покататься. Вы можете увидеть их на makevake.ru. Makevake – это компания, которая дебютирует сейчас на рынке вейкборда. Встает наравне со всякими известными, опять же, фирмами, которые у нас в России лидируют сейчас на данном этапе. Мы стараемся поднять индустрию отечественного вейкборда. То есть, если ребята делают, практикуют это в Ростове, к примеру, то мы практикуем это больше на севере. Для нас очень важно захватить как раз-таки российскую область чем? Тем то, что мы делаем фигуры те, которые не повторяющиеся, они нестандартные. Они сделаны очень сложно и по-качественному. То есть, наша задача – это показать вам, что вейкборд – он не только по трубе проехать. Ты можешь перепрыгнуть с трубы на вторую трубу, на третью трубу, на четвертую трубу и так далее. То есть, типа, это баланс, это очень круто. Сейчас это считается очень крутым, ну, опять же, колоритом, потому что, если посмотреть все буржуйские соревнования, то вы увидите, что там очень много разных модификаций фигур и это очень интересно наблюдать за этим. Поэтому мы решили сделать свое. Также мы делаем установки, опять же, мейквейк установки и мейквейк – это фигуры. То есть, мы делаем фигуры и я рекомендую это качество, потому что лично я слежу за этим качеством. Поэтому ребята спрашивают у меня, советуются со мной и, собственно, мы делаем крутой проект вместе. Стоит-то дорого? Дешевле, чем у всех остальных. Мы решили, да, у нас очень мало денег. Ну, у нас много денег тратится на то, что мы делаем, но мы меньше ставим себе зарплату, потому что мы хотим, чтобы люди попробовали наш продукт. Потому что если люди попробуют наш продукт, соответственно, они скажут – О, это лучше, чем у… Поняли, у кого? Пропустим. И мы можем купить у них, потому что мы первые, кто сделали бетонный, внимание, двухуровневый парк. Опять же, это будет находиться в городе Смоленска. Если вам будет интересно, у нас будет открытие, заходите ко мне на страницу и посмотрите. Вот, у нас будет двухуровневый парк, он будет находиться в 100 км от Белоруссии, в Барселоне. Было бы хорошо. Вот, и можете приезжать, и это будет очень круто, потому что там прям нереальный сетап. Вот, я его монтирую специально. Ты сказала, что ничего не изменилось за этот месяц, но за этот месяц ты попробовал себя в качестве тренера на площадке в цепете твоих парка. То есть люди сами к тебе подходили, даже не зная, да, ни о чем, говорили, пожалуйста, посоветуй. И совершенно бесплатно ты им советовал, помогал, после чего мы вывели тебя уже на какой-то официальный уровень. Так вот, как тренер Пукет Вейк Парка, ты поставил несколько людей уже, ну, более десятка, да, я так понимаю? Ну, много, да, подходило. Да. На Вейк, какие ощущения, когда ты вот тренируешь кого-то, и люди чего-то достигают? Ну, во-первых, в любом случае, тренер это такая вещь, как бы я не ссылаюсь на то, что, типа, каждый зарабатывает по-своему. Но для меня лично тренер это человек, который тебя будет психологически готовить. То есть он тебе будет помогать всегда, он будет с тобой рядом, он будет твоей поддержкой. А у нас, как бы сейчас, на данном этапе здесь, происходит просто тренировка. То есть тренер и инструктор, это две разные вещи. Значит, инструктор, он тебе инструктирует, он тебе помогает, подсказывает. Тренер это тот, который ведет тебя. То есть человек, который, как бы, тобой занимается от и до. То есть, как у меня дедушка, к примеру, он занимался всю свою жизнь там с двумя-тремя людьми. И вот он вел их до конца, так что у меня, в принципе, тренерские качества, они всегда будут во мне, и всегда я их буду развивать дальше. Вот, поэтому не путайте инструктора с тренером. Тренер это человек, который дает все для своего ученика. А инструктор это тот, который просто помогает ему пойти на нужный путь. Вот, это как мама почти, знаете, типа, тебе курить нельзя, нужно пить, к примеру. Или пить нельзя, нужно курить, начинать там, типа, а можно вообще ничего делать. А можно все вместе, как бы, вот. Поэтому, собственно, ведет тебя на какой-то определенный уровень своего... У тебя есть такие ученики? Да, у меня, да, да, у меня есть трое учеников. Глеб Буркун, сейчас я еще с Никой буду заниматься. Вот, так же у меня... Какая Ника? А у нас тут девочка катается. Пукет Вейк Парке. Да, да, Пукет Вейк Парке. Надолго ты будешь ее, возьмешь как... Я думаю, что они планируют на Чемпионат России ехать. На Чемпионате России она будет представлять, скорее всего, меня. Я буду и представлять ее, потому что как тренер. Вот, так же у... Я не буду говорить, что у нас наши знаменитые райдеры тоже выходцы, ученики мои. Вот, потому что я не... Ты больше друг другу. Не как некоторые люди я не буду стараться себя там расписывать. Но могу сказать одно, что эти люди, как Оля Волохов, как Боря Лизанцев, как Ира Игнатьева, как все остальные, они постоянно мне пишут, постоянно спрашивают меня, опять же, что мне очень приятно, потому что как бы ребятишки стоят на очень высокий уровень. И когда тебе дети пишут и спрашивают, что им лучше сделать и как им лучше сделать, то это, конечно, дает тебе мотивацию на то, что, значит, ты для них считаешься авторитетом. Это очень-очень-очень приятно. Надеюсь, что у них дальше все получится, и они ворвутся еще раз в первые места, чемпионат мира и все остальные, всех остальных соревнований, протестов. Ой, Коленька у нас приезжает с 17-го, ты улетаешь с 16-го. Вы немножко так расходитесь в датах, поэтому я очень надеюсь, что в следующем году, когда ты сюда приедешь на более долгий срок, вы все в Фукетвейк Парк Фэмили соберетесь вместе и сможете обмениваться опытом. Обязательно, да.